Я приглашаю вам нашу гостью из Москвы. Доцент кафедры философии Московского государственного педагогического университета Ширюма Махатария Анатольевна, феософия Елены Леоннов-Лавацкой. Феномен живого знания и кризиса современного гуманитарного сознания. Я образовалась. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Но вы знаете, вот участвовала в конференциях всю эту осень, начиная с конференции Государственного музея «Время и Смех», и вот далее, продляя эту конференцию, Феноменосева уже со своей стороны о русских философах, которая была посвящена тематике, тема области наследия князя Леонидовского Сергея Николаевича. И вот сегодня для меня эта третья конференция, ваша конференция. Первое, что я решила сделать, это отказаться. Вот в традиционном формате доклада, который у меня там на 15 страницах текста, я его отдала руководителю теософского общества, и буду говорить то, что как бы у меня наболело, и на душе сейчас есть. Вы знаете, вот коллега для меня сейчас сказал вопрос «Необходимость музейного центра». Я думаю, что еще более актуальная необходимость есть создание некого исследовательского института универсального знания. И при нем бы уместно, конечно, как вот такое базовое звено иметь музейные центры, библиотеку. И этот институт, возможно, существовал, мы тоже говорили сегодня в Юреге, как вот существует два желудочка у сердца, вот Москва и Петербург, это все-таки единая система кровеносная. И если мы удерживаемся две точки, Москва и Петербург, энергетические, духовные, то мы удержим всю Россию. И когда сегодня предлагается, так сказать, генерал Сибири, что все так, ну, позвольте, все-таки, что и в Москву проходит, то есть мира, и в Москве чрезвычайно трудная жизнь и работа, делать же, да, поэтому нам надо иметь в виду это, тем более в Москве, в Сибири, так далее, да. И тогда мы справимся с нагрузкой эпохи Водолея. Поэтому вот такой институт, который бы способ, аккумулировал, генерировал такую стратегию новой системы образования, качественной новой системы образования, которая, значит, развивалась в плане от творения. Да, мы говорим сегодня об творении науки, об творении искусства. Если говорить об искусстве, то мы наблюдаем современном искусстве, художественной апокалипсис культуры. Если мы говорим о науке коммунитарной, которую я беру в кавычки, потому что практически ее сегодня нет, она в жутком веке, она стагнирует. Если мы говорим о естественной науке, то вот братья Клотяпу, даже, например, Чернековская, Татьяна Николаевна, мы буквально недавно на круглом столе посвящены теме наука и гутизма, гутизма наука, проблема сознания и гутизма, она призналась как представитель естественной науки, нейрофизиолог, что их кому-то тоже веке. Понимаете, Татьяна Николаевна? Если мы говорим о наших движениях, теософских вырывок, они раздроблены, они фрагментарны. Если мы говорим о формате конференции, то вот это третья для меня конференция, я еще изучаю признательный доклад, еще очень интересные содержательные доклады, но я думаю, нам и формат, наполнение содержательной конференции тоже надо несколько трансформировать, то есть более придать, возможно, дискуссионный характер нашим конференциям. И уже для формата семинаров поставить вот какие-то развернутые, возможно, концептуальные сообщения, которые будут потом в формате семинара, которые менее ограничены по времени, более-таки тщательно, подробно обсуждаться. Вот, значит, вот, что бы я хотела, как бы какой-то акцент, внимание, вот здесь заостыть. Тайная доктрина, симс, философия и религия науки, то есть это непрементальная концепция. И в этой связи я наблюдаю, я имела учебу в Институте универсального знания и тетрады в Москве в 90-е годы, вот некую тенденцию заментальничать это знание. И даже вот на этой конференции, вот лично мне несколько не хватает работы на уровне Анахата, вот, в этом уровне работы, да, центра. Манипура хороша, но наше государство уже как бы весь линейк работы на манипуре, это летарное общество, оно уже исчерпало. Нам надо подниматься, и даже в нашем ментально-тракционном концепции одного уровня, как говорится, христианства, подобрения ума. То есть вот больше вот этой сердечной энергии отдавать в пространство. И она тогда будет объединять, она будет нам ограничивать, она будет работать. И тогда и надо будет говорить, что это одна партия, а вот Яра – это другая партия, да, а вот Рейхлз – это вообще 20 партий. Вот, а остальные – сбори маргиналны. Я к нему решу. Ну, да, что еще бы я хотела сказать в этой специфике? Работая в системе образования, преподавая в философии уже 20 в УЗИ, я вижу насущную следующую проблему. Система образования – это стержень развития в обществе, да? Если сегодня мы не сможем переструить образование, я вам скажу, что гуманитарная составляющая российского образования, она тонко и упорно отыгрывается в систему высшего образования России. То есть практически мы сегодня живем на обломках гуманитарного образования. Сегодня в России нет полноценного гуманитарного образования. Я вам это свидетельствую, как преподаватель, который 20 лет преподает философию в УЗИ. Сейчас философия доведена до 18 революционных часов, до 18 семинаров, на них философских факультетах. Вопрос, а сколько у нас философских факультетах? В Москве все другие. И тем, в общем-то, знаете, если кто же в МГУ на философском факультете о том времени, это 80% философия науки предмет. А на историю философии, на антологию и так далее, на метафизму вообще не отрубится. То есть мы в яме такой, вот чисто метафизическом, мировоззреческом яме находимся. И в этой связи нам надо продумывать вот эту систему, как нам способствовать вот некому созданию храма внешней жизни. Как нам найти вот эти, сейчас выстроить вот эти мосты. Мы все знаем теорию, поэтому я отказалась сегодня говорить здесь о, значит, четырех идеях универсальных главасток, о трех фундаментальных принципах, о шестких пунктах и так далее. Вы все это знаете, все это считаете первоисточными. Мне не нужно лишний раз это было напоминать. Это студенческая, так сказать, это студент. В этой связи, значит, мне представляется чрезвычайно ближайным и актуальным моментом вот эта соностройка общества и теософского социума, теософского общества в плане выстраивания мостиков между теософской концепцией, системой теософских исторических знаний, между исторической философией обобщаем и системой образования. Гуманитарного образования, естественного научного образования. Вот между, значит, теософским обществом и массовым сознанием и психологией современного человека. То есть как найти эти cuz с какого конца Прекрасно мы издаем книги у нас издательства и кто-то читает сегодня? Кто-то читает и как не читает сегодня? Вот это другой вопрос. Далее. Здесь говорилось о том, что мы частично переходим в пятое измерение. Ну, возможно, кто-то и в 11-м работает, не знаю, а кто-то и в 11-м. Так вот, значит, основное инструмент, конечно, работы с пятое измерение, это чувство знания, это духоразумение. Опять-таки, как построить работу теософских организаций, как выстоять методологию, которая бы способствовала развитию интуитивных функций человеческого мозга, которая бы способствовала развитию интуитивного инструментария у современного человека. То есть о чем я хочу сказать? Теософское общество – это канал, это живой канал, Вот это слово «канал», «работа в канале», это, словно, оно должно быть ключевым. То есть не просто ортодоксия, не просто догматика, не просто механическое такое вот начертничество, натаскивание на ликвест, бесконечное повторение этих листей. Безусловно, они с нами работают, это повторение, которое работает с нами. Но, знаете, я опять вспоминаю, когда я писала диссертацию по шамулетике, я была в свое время диссертация, эстетику «Огни Юги». И я вспомнила вот этот метод, этот способ, как подойти к методу принципиально недиссертальному тексту. Когда вот есть первоисточник, живая этика, летальная доктрина, и промоделировать, которую описать может только система на порядок или выше. Наука не дает это, это не есть таковая система. У науки такой инструментарий нет аппарата, такой методологии, которого описал главный первоисточник. Она вот находится на нескольких порядках внизу, да? Что остается исследовать в этой ситуации? Брать шлопность, настраиваться, да? Включать, так сказать, цивилизированный импульсит, чувство знания, дух и разумения, и подхватывать этот импульс и продолжать разбивать его дальше. Понимаете? Это не есть комментирование, да? Вот чисто банальное такое, текстологическое. Это есть некая бобыка работы в этом потоке энергетическом, да? И это, так сказать, вот способ работы нашей души с нами, опять-таки. Значит, тот самый Платон, которого так любила Елена Петровна Гловацкая, утверждает совершенно справедливо, что философию Платона всех примеряет. Ведь он как определяет, что есть процесс познания, что есть познания? Это припоминание врожденного душезнания. Врожденного этой души знания. Вот это слово «припоминание», да? Ключевое, наверное, в концепции. То есть все древнегреческое образование, которое было идеальным до второго века нашей веры, только в этом периоде оно было идеальным, оно строилось на не вот такой односторонней подаче материала, как все наши конференции, наши системы образования. Я лектором слушаю тебя, да? И потом мы меняемся местами. А на диалог, на собеседование, вопрос-ответ-ключение. То есть система Платона была построена на… На… В ней работал некий механизм соединения человека, личности человека, его интегрированной персональности, с его душой. Попытка контакта с душой. Система Платона устраивала связь личности с душой. Вот этим надо нам сейчас заниматься. И в системе образования, и в теософских обществах. Методология контакта с душой. Ну, кому принесется монархи со мной, да? Цель жизни для индусы – это слияние огромных прав. Да? Вот. Мы говорили о том, что мы сейчас находимся в фазе Лайо-центра. Ну, так, в общем-то, если мы на фазе Лайо-центра находимся в точке мэра, в точке перфоркации, то сам Бог нам велел, так сказать, либо погибнуть, либо дружить. Да? Другого пути у нас третьего сегодня нет. В этой связи, если тайная доктрина – это некий ментальный базис, теоретический, мировоззренческий базис, ментальный алгоритм, то, безусловно, адми-йога – это энергетически-этическая алгоритма. Будем помнить о том, что тайная доктрина – это не только религия умности, это сущность и религия умности, да? И быть диософом – это практиковать. Это практиковать живую ветку, да? Вот это очень важно. Сегодня вот это, это понятие синтеза, взаимодействия, единства, о котором говорили и Платон, и Пифагор, и Платин, вот, кстати, извините, еще одарима актуальность времени, мы не можем сегодня строить наши системы ни образования, ни работы в теософских обществах, духовных обществах, не думая вот эту триагну ступеней развития универсального знания. На мой взгляд, это Пифагор, Платон, Платин, это тайная доктрина, это жваря и речка. Вот это три ступени, три уровня развития единого универсального знания. То есть вот этим мы должны сегодня заниматься, однозначно. Как? Это вот уже, так сказать, исходя из наших возможностей, да? Из наших, так сказать, договоренностей. И последнее. Говорим о национальной идее России. Она необходима, безусловно. Понятно, что идея единства, да? Вот это понятие единства. Но еще и понятие сердца. Единство и сердце, я думаю, это все-таки то, что можно сказать сегодня основой национальной идее России. И последнее. Я бы хотела вот процитировать высказывание Иоаншима Флора. Он в свое время сказал, церковник очень любит этого теолога и, значит, еретика, вот так вот. Он сказал, значит, отец не спас у мира, сын не спас у мира. Матерь должна спасти мир. А Матерь – это энергия сердца, энергия души, это сердце. Вот энергия Матери мира спасут мир. Поэтому нам с вами, с самого велик, мы живем в России, мы должны стать под энергией Софии, под энергией Матери мира и быть проводниками этих энергий. Это реально. Просто каждый должен найти этот источник внутри себя. Ну, слушай, наверное, я не буду больше. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ